Вместо пышных цветущих клумб увядшая хилая рассада. По словам подрядчика, подвела погода. Землю, высаженное на ней растение, высушила июньским солнцем. По мнению специалистов, озеленители нарушили технологию посадок. В любом случае клумбы придется обновить. Мы в любом случае все восстанавливаем. И рассада посажена была молодая. Единственное, что это только жаркие дни, хотя был полив. Земля была такая, что даже ногами нельзя было стоять. 38-37 градусов жара была. Поэтому мы максимально сделали все, что могли. И мы не отказываемся от того, чтобы ваш город, извините, будем стараться. В любом случае. Пока городом не подписан ни один акт по посадке цветов. По содержимому клумб, вазонов и ящиков у специалистов департамента ЖКХ больше 20 претензий. За нарушение сроков исполнения контракта подрядчику придется заплатить. Так, в сквере Зашикненского района цветы должны были появиться до 15 июня. Пока они находятся только в ячейках для рассады. За нарушение сроков, то, что сейчас у подрядчика есть, нарушение графика производства работы, то есть нарушение сроков по посадке. Соответственно, мы выставим пени, потому что есть просрочка. И в том числе по тем клумбам, где имеет место быть такая ситуация по рассаде, где некачественный материал и где, значит, у нас есть нарушения по технологии посадки, такие тоже есть. Всего на улицах и газонах Череповца высадили порядка 400 тысяч саженцев цветов всех сортов. 150 тысяч дополнительно пришлось закупить подрядчику, чтобы заняться пересадкой погибших растений. А вот новые формы вертикального озеленения показали себя хорошо. Они смотрятся неплохо, гораздо выигрышнее, нежели плоскостные. Надо уходить от плоскостных и заменять вертикалкой. Разные формы, они же разные. На то, чтобы устранить все недочеты, у подрядчика есть эта неделя. Если специалисты вновь не смогут принять качество клумб, придется принимать более жесткие меры, чем пени и предупреждения. Коллегам дано задание проработать вопрос по расторжению договора и включению подрядчика в реестр недобросовестны. Несмотря на то, что представитель подрядной организации, директор компании, пообещал до конца недели все замечания устранить. Но это продолжается уже на протяжении последних двух недель, когда уже подошел срок, и мы должны были увидеть полностью завершенные работы. Но ничего не происходит, поэтому будем действовать более жестко. По прогнозам синоптиков и к радости озеленителей, эта неделя принесет в Череповец обильные осадки, поэтому дождливая погода должна помочь растениям прижиться в увлажненной почве. А с всех от Косягей Павлов. Новости.